У меня есть порядка 15 лет опыта, когда я провожу большие фестивали, на которые приезжает по 1000 человек. Мы всем делаем профилактику на этих фестивалях. Есть несколько продуктов, которые не дают вирусу развиваться в организме. И это работает практически всегда. Какой вирус не имеет значения, то есть хоть гепатит там, хоть какой. То есть это не значит, что мы этими методами можем прямо победить вирус, когда он уже развился, но дать ему возможность развиваться. А в большинстве случаев и победить его позволяют следующие вещи. Первое. Есть хвойные деревья. Все хвойные деревья имеют способность уничтожать вирус, особенно сосна. Самое распространенное хвойное дерево. Если брать, допустим, одну-две иголки сосны, заваривать на стакан воды, ну то есть бросать в кипящую воду на 5 минут и просто пить вот эти иголочки сосны, каждый день хотя бы по 2-3 стакана воды вместо воды просто пить, то вероятность заболеть вирусной инфекцией снижается очень сильно, потому что есть вирусы, которые более-менее устойчивы к сосне. Но это маловероятно. То есть вероятность такая есть, но она маленькая. Но если я все сейчас продукты перечислю, то тогда вообще ноль – это вероятность заболеть. То есть следующий такой продукт – это имбирь. Если просто есть имбирь, вот сейчас вирус, который распространяется, он поражает не тот, который в Китае, а другой, который уже по земле бегает, вот он лечится имбирем. Если вы, допустим, возьмете, просто будете жевать имбирь свежий во рту, вам станет легче. А как определить, что у вас вирусная инфекция? Вы чувствуете жар, когда спите, у вас вы потеть начинаете, у вас снижается работоспособность, небольшой насморк, чуть-чуть слезятся глаза. Это значит, что вирус есть в организме. Я могу это почувствовать. Вот поднимите руку, у кого-то какие симптомы сейчас? Я вам скажу, есть у вас вирус или нет? Что у вас? Вы не болеете простудой, что ли? Никто. Ну это классно. Тогда зачем вам это рассказывать? Вот. Грустит, а ты или нет, смотри-ка. Харит, смотри, какую часть с ним нужно использовать. Иголочки сосны. Иголочки. Только иголочки сосны. Заваривать иголочки сосны. У имбиря используется корень. Небольшой кусочек корня надо взять в рот и пожевать его. Прямо чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Сколько вам нравится. И это даст защиту от вирусной инфекции. Вирус сразу немедленно начинает уничтожаться в организме. Вот. Следующий такой продукт – это белый перец. Белый перец – это как черный, только недозрелый. Это тот же самый перец, только недозрелый. Он обладает противовирусной активностью. Его надо добавлять в пищу. И четвертый продукт – это желтая горчица. Есть черная, индийская горчица, есть желтая горчица. Прямо желтую горчицу надо использовать в пищу. И эти четыре продукта вас защитят от вируса. Если все-таки вы заболели, то я вам предлагаю методику, которая точно вас защитит уже на 100% от вируса. Даже если вы заболели. То есть у человека есть зоны, связанные с иммунитетом. Эти зоны находятся вот здесь, на запястье, на руке, и на лодыжке, там где носки, на голени. Волосистая часть запястья, вот здесь. Вы берете кусок имбиря и кладете на левую, не забудьте, на левую руку. И на левую ногу. Вот на левую руку вот сюда, в куске ткани заворачиваете, вот сюда в ткани. Это рефлексотерапия. Даже имбирь не касается тела. Он просто завернут в ткани. И на левую ногу. Эффект наступает немедленно. Если у вас даже температура, вы это сделали, через 10 минут вы чувствуете себя лучше, вы начинаете хорошо дышать, у вас начинает снижаться температура. Это даже касается грудных детей. Грудной ребенок кашляет, у него насморк. Вы ставите ему на левую руку, на левую ногу имбирь. Если та инфекция, которая сейчас, вирусная, сразу ему становится легче. Он перестает кашлять, перестает плакать. Вот я когда читал лекции 2 дня назад в Калининграде, мои лекции организовывала семья, у которой грудной ребенок маленький. Ему всего один год. И он начал сильно капризничать. Я сказал, у вас, у ребенка вирусная инфекция. Поставьте на левую руку, левую ногу ему имбирь. Они сразу поставили. Он через 5 минут перестал капризничать и заснул. И они носили имбирь, и все. Он нормально стал себя функционировать, потому что вирус сразу потерял силу. Для того, чтобы он в организме функционировать, ему нужна сила для этого. А имбирь уничтожает эту силу. Он не дает ему шанса жить в организме. Точно так же можно ставить ветки сосны. То есть 10 сантиметров ветка с иголками. Свежие. Ставите, заворачиваете кусок ткани, ставите на левую руку, левую ногу. Сколько можно эти компоненты носить? 24 часа. Потом меняете на следующие. То есть сутками стоит на ваших руках, ногах. И вы так живете. Горчицы надо брать чайную ложку. И белого перца надо брать 10 перчинок у взрослого человека и 5 у ребенка. У ребенка 5 сантиметров вместо 10 веточка сосны с иголками. Горчицы четверть чайной ложки у грудного ребенка. И имбирь у взрослого человека полсантиметра толщина корня. Вот такой вот сантиметровый диаметр. А у ребенка в 4 раза меньше. Вот такой маленький кусочек практически. Это все одновременно или поочередно? Нет, надо все делать поочередно, потому что это очень сильное воздействие. Вы думаете, это все самовнушение какое-то? Это очень сильное воздействие. Если вы поставите себе имбирь, допустим, и он не лечит вирусы, то вам будет плохо. У вас напряжение в голове появится. Такое снижение работоспособности. Жар в теле, тошнота. Неприятные ощущения. Сразу снимайте, значит вам не подходит. Ставьте белый перец. Не подходит, ставьте горчицу или ставьте сосну. Что-то из 4 подойдет. Это мой 15-летний опыт лечения вирусных инфекций. Понимаете, если вы что-то одно из этих 4 выбрали, и у вас получилось, до свидания вирусная инфекция. Никаких осложнений, никакой больницы, никакой капельницы. Все. И вам ничего не надо внутрь пить эти страшные лекарства. Я никогда их не пью. Я вот так лечусь все время.